Есть тайны такие, о которых люди даже не подозревают. Это тайны, которые связаны, как ни странно, с материальным благополучием. Одна из самых интересных и значительных эзотерических тайн заключается в знании семьи. Что питает большое дерево? Большое дерево питает, допустим, вот смотрите, вся наша жизнь, грубо, в эзотерике есть такое понятие «дерево». То есть корни — это родители наши, а дерево-ствол — это мы. А листья на стволе — это наши дети, а уже плоды — это уже наших детей и дети и так далее. Так вот, листья падают, питают корни, земля — это мир, в котором мы проживаем и так далее. И вот здесь есть такой нюанс. Он как бы энергетический и выглядит он приблизительно таким образом. Вы мне можете не поверить, но если вы услышите то, что я скажу, это может тотально изменить вашу судьбу. Очень часто люди жалуются на то, что у них в жизни перепады материального благополучия. Часто так происходит, что очень плохо получается зарабатывать. И никто никогда не знает причины, и, как правило, никто никогда не узнает. Почему? Эзотерику прячут от людей, делают всё для того, чтобы эзотерика была недоступной для людей. Но многие люди, которые занимаются эзотерикой, знают эти принципы. Один из принципов звучит так. Обязательно выслушивайте. Если у вас семья и есть свекруха или тёща, то в тот момент, когда вы без раздражения выслушиваете то, что говорит свекруха или тёща, благополучно и с тёплым сердцем к этому относясь, не ругаетесь, не скандалите, не тираните такого человека и тепло к нему относитесь. Допустим, я мужчина, со мной живёт тёща, я к ней отношусь так. Когда она говорит, я замолкаю и слушаю всё, что она скажет. Также прошу, чтобы она рассказала какую-то историю. Также я хочу услышать её выводы жизни и так далее. Я не делаю ей замечания. Это всё благословение корня. И это приносит огромное материальное благополучие. Хотите верьте, хотите нет. Как мужчины облажаются. Или то же самое должна делать женщина. Если со мной живёт мама, и моя жена начинает с ней терзать её, ругаться, кричать, ненавидеть, не будет денег в семье. А если, даже если раздражает, даже если бесит, даже если поступает, надо себя ради денег переубедить, выслушать, послушать, обнять. И самое лучшее ей отдать. Я хочу вам сказать, это особенность вот таких семей, где живут свекрухи и тёщи. Это особенность, которая многими не воспринимается. Потому что обязательно начинают ругаться, обязательно начинают тиранить. Это всё рубит деньги. Но если привезти себе свою маму и сделать так и сказать мужчине, своему мужу, допустим, что относись к ней хорошо, это увеличит деньги, то будет много денег всегда. Почему? Это как поливать корни своего же дерева. Вы есть ствол, у вас есть дерево в виде вашей мамы. Вы слушаете её в виде вашей тёщи. Вы слушаете её в виде вашей свекрухи. Вы слушаете, обожаете. И слушайте её слова. Это ваша подливка для вашего растения. Это то, что сделает вас богатыми. Хотите верьте, хотите нет. Мне на самом деле всё равно. Я так живу. Я знаю, что если сделать тёщи подарок, если сделать тёщи комплимент, если обнять тёщу, если отдать ей самое лучшее, если создать для неё условия, если дуть на неё, то это всё огромное материальное благополучие.